Всем приветики-привет! Сегодня понедельник, а это значит, что время для нового видео. Каждое лето новые абитуриенты стремятся стать студентами. И сегодня в этом видео я бы хотел рассказать, что же такое творческий конкурс при поступлении в творческий университет. Дам свои советы по подготовке и расскажу, как происходит само общение с преподавателями. Творческий конкурс это некий тест, который позволяет преподавателям оценить знания абитуриента. В той профессии, куда он хочет поступить. Но для того, чтобы попасть на творческий конкурс, вам необходимо следующее. Окончить 11 классов школы, успешно сдать ЗНО, выбрать университет и сдать в него документы. Об этом я рассказывал в предыдущих видео на тему поступлений, ссылка на эти видео есть в описании. Творческие конкурсы сдаются не во всех университетах, а только в университетах экранных искусств, кулинарии, ресторанного бизнеса, ну и так далее. То есть, если вы хотите поступить на инженера, то вам достаточно просто отнести документы в университет и ждать определенного числа. Но если вы мечтали стать актером и из-за страха перед творческим конкурсом решили сдать документы на механика, то не нужно этого делать. Творческий конкурс это не так уж и страшно. Наоборот, лучше с творческим конкурсом, чем без него. Но в творческих конкурсах есть плюсы. К примеру, вам не обязательно хорошо сдавать ЗНО, чтобы поступить на бюджет. Вам достаточно просто хорошо выступить на творческом конкурсе, набрать определенное количество баллов и подняться в рейтинге. В то время как в обычные университеты вам нужно сдавать ЗНО, и именно из среднего балла ЗНО будет формироваться ваша позиция в рейтинге абитуриентов. То есть, если вы хорошо знакомы с профессией, на которую вы хотите поступить, для вас творческий конкурс не является большой угрозой. А наоборот, местом, где вы можете себя проявить. Что же такое творческий конкурс? Когда вы подаете документы на поступление в университет, вам сообщают, что скоро пройдет творческий конкурс, а с расписанием можно ознакомиться на ком-нибудь борде. Вы смотрите на это расписание, но перед творческим конкурсом обязательно должна быть консультация. Обязательно посмотрите дату, число и адрес, потому что она будет происходить в другом здании, не там, где вы сдаете документы. Но это индивидуально каждого университета. Также обязательно нужно учесть, когда вы будете подавать документы, у вас спросят ваш приоритет на поступление в этот университет. Лучше указывать приоритет 1, 2, 3, 4, но никак не 15. Отлично, мы сдали документы, мы узнали график консультации и творческого конкурса. Едем на консультацию. Обязательно с собой возьмите какой-нибудь листочек или блокнот и ручку, потому что какую-то информацию вы захотите записать. На консультациях вам расскажут, как будет происходить творческий конкурс, какой одежде приходить, к какому времени и возможно дадут вопросы для подготовки. Из своего опыта я на консультацию не попал, потому что не знал о ней и пришел сразу на творческий конкурс. И как выяснилось, что у всех были вопросы, по которым они готовились, а у меня этих вопросов не было. Но ничего, из этой ситуации я нашел выход. Итак, вы получаете вопросы на консультации, после чего у вас есть примерно несколько дней, может быть неделя или даже две недели на подготовку этих вопросов. Время творческого конкурса. У меня на моей кафедре киноведения было два творческих конкурса. Это рецензия на фильм и собеседование с преподавателем. Оба творческих конкурса проходили в разные дни, с промежутком в один или два дня, я не помню. Написать рецензию мы приходили к определенному времени. Это, кстати, был первый день, когда я побывал в университете, в котором учусь уже второй год. Нас собрали в группу наших студентов. И, кстати, из 32 людей, которые подавали документы на поступление, пришло всего 9. Из них поступило 6. Нас завели в аудиторию, в которой находился телевизор. Было 3 конверта, мы выбрали один из этих конвертов и так оказался определенный фильм. Нам включили фильм, и мы его смотрели, а на протяжении фильма записывали какие-то детали из этой картины. Затем нам дали на подготовку примерно 15 минут, а потом мы пришли в кабинет и нам сказали писать рецензию. Рецензия была написана и сдана преподавателя, после чего мы были свободны. Через пару дней был второй творческий конкурс, на который нужно было прийти в тот же университет. Снова та же группа, но нас уже завели в другой кабинет, где мы ждали момента, когда преподаватель вызовет нас к себе в кабинет. В кабинет вызывали по 3 человека. Сейчас объясню ситуацию. Заходишь в кабинет, в кабинете находятся 2 преподавателя, которые преподают какие-то предметы в этом университете. А также один незаинтересованный человек, он отыгрывает роль независимого человека, который следит за тем, чтобы все было в порядке. Три человека заходят в аудиторию и преподаватели дают каждому по несколько вопросов и дают минут 10-15 на подготовку. За это время вы можете проанализировать вопросы, придумать на них ответы, вспомнить какие-то детали. А также у вас есть листок, на который вы можете записать моменты, которые вы хотите рассказать, но о которых вы можете забыть. Составьте какой-нибудь короткий план. А это на самом деле помогает. Вас зовет к себе преподаватель, вы к нему подходите и он начинает спрашивать у вас эти вопросы. Также из вопроса могут последовать другие вопросы, наводящие на этот, ну и так далее. В общей сложности сам творческий конкурс длится минут 15-20, после чего вы свободны и в течение нескольких дней вам позвонят и сообщат, прошли ли вы на бюджет или поступили на контракт, или вы вообще не подходите на эту должность и вас просто не принимают. Но такое бывает редко. Лично мне позвонили в тот же день и сказали, что я прошел на бюджет и все здорово. В этом видео я пытался вам объяснить, как происходят творческие конкурсы, что не нужно сильно волноваться. Потому что лично я когда узнал, что будет творческий конкурс, я себе просто места не находил. Потому что я даже не представлял себе, как это все будет происходить, что нужно делать, какие вопросы будут, что, как, почему. И для того, чтобы у вас не было такого кипиша в голове, чтобы вы были более спокойными, я снял это видео. В этом видео и так поверхностно вам рассказал обо всем, как это происходит, чтобы вы сильно не волновались и знали, как готовиться. Всем желаю поступить туда, куда вы хотите поступить и чтобы все у вас было хорошо. Ребята, если вам понравилось это видео, было полезным, то ставьте пальцы вверх. Но если у вас остались какие-то вопросы насчет творческого конкурса, не стесняйтесь, задавайте в комментарии. Я постараюсь ответить на каждый вопрос. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. И всего вам наилучшего. С вами был я, Вагура. Увидимся. Пока-пока. Скоро я сниму видео про сессию, расскажу, как происходит первая сессия, как к ней готовиться и что на ней будет, и как зарабатываются баллы во время обучения. Об этом я расскажу в дальнейших видео.